Во всем мире их называют омбудсменами, ну а в России уполномоченными по правам. Сегодня глава республики встретился с теми, кто защищает права человека, предпринимателей, детей. Защитник человеческих прав официально в России появился относительно недавно, 20 лет назад. Пока такие должности появились в регионах, прошел еще десяток лет. Так в Чувашии свой собственный уполномоченный по правам человека появился в 2012 году. Сегодня он доложил Михаилу Игнатьеву о результатах работы за прошлый год. Как ни странно, у меня, как у полномоченного по правам человека, особых каких-то нареканий, которые можно было бы высказаться в адрес деятельности наших республиканских министерств, ведомств, в принципе нет. 80% всех обращений граждан, которые поступили в аппарат уполномоченного, они касались деятельности территориальных органов федеральной власти. Больше всего граждане жаловались на то, что их якобы незаконно привлекали к уголовной ответственности и на условия содержания в местах лишения свободы. Иными словами, на правоохранительную систему страны. Еще одна больная тема – жилье. Что касается социальных прав, то, наверное, здесь в основном это нарушение прав, связанных, как они считают, опять же, нарушение прав, связанных с предоставлением или непредоставлением им жилья. То есть, если оно предоставляется, то не совсем благоустроено. Если не предоставляется, то связано с отказом в постановке на учет или с волокитой при рассмотрении вопроса предоставления жилья. Про жилье говорил и детский омбудсмен. Уполномоченный защищать самую беззащитную категорию граждан отметил более 400 детей-сирот в 2013 году получили жилье. Но больше тысячи еще в очереди. Впрочем, здесь важен не только факт предоставления желанных квадратных метров. Нужно иметь в виду еще, чтобы эти сироты и дети, оставшиеся без попечения, лица из детей, оставшихся без попечения родителей, получая жилье, не остались без работы. Жилье должно строиться там, где в перспективе для них есть рабочие места. Если работы не будет, они тоже станут социально неблагополучными, такими же, как их родители. В отличие от двух предыдущих, институт защиты прав предпринимателей, самый молодой в Чувашии таковой начал работать в прошлом году. Первая проблема, наверное, с которой сталкиваются многие предприниматели, это проблема продления аренды земельных участков. В связи с тем, что сложилась в последние годы сложная правоприменительная практика, даже добросовестные арендаторы земельных участков, если они не успели ввести объект в действие, они по предписаниям Федеральной антимонопольной службы, других контролирующих органов, вынуждены вернуть этот земельный участок муниципалитеты с недостроенными своими этими земельными строениями. В итоге муниципалитеты обязуются эти земельные участки заново выставлять на аукцион. Соответственно, право инвесторов у нас таким образом получается незащищенным. Это, понятно, вопрос не региональный, это вопрос уровня федерального законодательства. Что ж, впереди новый рабочий год, в котором уполномоченные пожелали себе стать еще ближе к жителям республики. Ольга Пырочкина, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика.